И леои ла палабра, репрезэнтэй, ла Федерацион де Руссия. И лейтенантом Майклом Лоларсгардом, которые стараются вывести участников еминского конфликта на осознание бесперспективности силового решения. Мы убеждены, возможность осуществления стокгольмских договоренностей сохраняется. И в этой связи приветствуем прогресс, достигнутый сторонами в ходе совместного заседания Координационного комитета по передислокации под руководством генерала-лейтенанта Лоларсгарда. В частности, в отношении выработки мер по укреплению доверия. Завершение передислокации вооруженных сил из портов Хадейда, Салиф и Раасиса, несомненно, позволит разблокировать другие аспекты стокгольмских соглашений, включая обмен военнопленными и деэскалацию в Таизе, перейти к обсуждению рамочных параметров урегулирования. Продолжение следует... Безусловно, ожидать сиюминутного результата не стоит, а основная работа впереди. Россия будет и далее оказывать содействие ООНовскому посредничеству в Йемене в национальном качестве, а также как член пятерки постоянных членов Совета безопасности. Марк и Дэвид сегодня представили удручающую картину о ситуации в Йеменской республике, где разворачивается крупнейший гуманитарный кризис в мире. Этот кризис имеет структурный характер. Он нанес непоправимый урон населению Йемена, его экономике, гражданской инфраструктуре. Миллионы йеменцев голодают и не имеют возможности получить необходимые медицинские услуги и лекарства. Нуждаются в том или ином виде помощи. Страна вновь охвачена эпидемией холеры. И с каждым днем ситуация продолжает деградировать, приближаясь к точке невозврата. Наказание Йемена гуманитарного содействия должно быть одним из приоритетных направлений нашей работы. А помощь населению Йемена должна оказываться на недискриминационной основе, вне зависимости от того, кем контролируется территория, на которой проживают люди. Мы вновь призываем к повсеместному прекращению огня, обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа во все районы страны и безусловному соблюдению положения международного гуманитарного права. Всем участникам йеменского конфликта следует немедленно прекратить нанесение неизбирательных ударов по гражданским объектам, отказаться от агрессивной и провокационной риторики и проявлять сдержанность. Господин председатель, в заключении хотели бы напомнить о резолюции Сайта безопасности 598, о которой мы не устаем напоминать, которая поручила Генеральному секретарю ООН во взаимодействии с региональными государствами разработать архитектуру безопасности и доверия в регионе. Такая архитектура, в которой должны участвовать все ключевые страны региона, государства Персидского залива и Иран, будет способствовать не только укреплению всеобъемлющей и неделимой безопасности в этой части мира, но и разрешению застарелых и новых кризисных ситуаций, включая йеменский конфликт. В этой связи наше предложение по запуску в Персидском заливе, а в перспективе и на всем Ближнем Востоке, процессы выработки пакета мер безопасности и доверия сохраняет свою востребованность и актуальность. И об этом мы не устаем повторять. Такая всеобъемлющая формула позволила бы сменить угрозы и противостояния с диалогом и взаимодействием, а также оздоровить атмосферу, что, кстати говоря, стало бы важным вкладом в достигнутый под эгидой ООН успех на йеменском направлении. Благодарю вас. Благодарю вас.